Наука, которая официально называется физикоэлементарных частиц, но в значительной мере это все-таки будет введение в физикоэлементарных частиц. В программу вы, наверное, уже взяли с сайта кафедры, но я напомню, что изучение в основном будет касаться того, что излагается в книжках по квантовой теории Поля. И в конце мы должны в качестве такой программы максимум иметь основное понятие о главных наборах частиц и взаимодействий и научиться рисовать, рассчитывать простые диаграммы Фейнмана. Известные классики говорили, что безграмотный человек стоит вне политики, в современной физике элементарных частиц. Ситуация такова, что если вы не знаете языка диаграммы Фейнмана, то вы тоже стоите в значительной мере вне физики элементарных частиц. В конце будет экзамен. На экзамене будут билеты с двумя вопросами. Сначала из фонсаппы, первая и вторая половина курса. А кроме того, для повышения, ну, так сказать, чувства самостоятельности и причастности к тому, что совершается в Яфе, было еще сделано предложение, чтобы каждый из вас выполнен небольшой проект. Под проектом подразумевается примерно следующее. Вам выдается задание, в котором есть какой-то вполне конкретный процесс. Ну, например, аннигиляция, не плюс, не минус, в отродные. При этом предполагается, что вы нарисуете соответствующую диаграмму Фейнмана на кварковом уровне, сумеете выписать амплитуды, найти дифференциальное и полное сечение процесса. Но на этом не оканчивается задача. В конце вы должны выдать, оценить число событий для этого процесса на конкретном ускорителе, скажем, ВЭП-4М при конкретной генгии. Значит, здесь вот есть эти самые темы в проектах. Вы, пожалуйста, на перемене подойдите, выведите себе подходящую, и потом мы это дело зарегистрируем. Да? А экзамен будет на сессии или на зачетные недели? Значит, проект вы будете готовить в течение семестра, делать дома, самостоятельно, пользуясь книжками и справочниками. И перед экзаменом его нужно будет сдать. То есть, показать свои вычисления, указать. В каждом проекте в конце есть. Указать конкретное число событий. Чтобы все это было не вообще как-то теоретическая теория, а вещь, непосредственно имеющая отношение к повседневной жизни явно. Вот такая вот программа наших действий. Теперь по поводу книг. Основной книгой будет у нас Берестецкий-Левшица-Ктоевский. Это четвертый дом Молдова-Левшица. На самом деле, автор его Крестецкий-Левшица-Ктоевский. Называется он «Кландроговская электродинамика». В нашем курсе восприняты и обозначения в основном, и нормировки из этого учебника. Но, конечно, есть много и других полезных книг. Одна из них, для, может быть, углубленного занятия, есть книжка Боголюбова-Шаркова. Некоторый юмор заключается в том, что есть толстенная книга Боголюбова-Шаркова «Введение в теорию квантовых полей». Есть более короткая книжка, которая называется «Не введение, а просто квантовые поля». Тоже можно посмотреть, будет на перерыве. Наконец, есть полный симпатичный курс лекции из МГУ «Введение в физику ядра и частиц». Мы, на самом деле, пойдем немножко дальше в него. У нас будет меньший охват материала, но зато не рассуждения на тему алиограмма Филинера, а прямо конкретные. Зато здесь очень много экспериментальных и качественных соображений. Затем, есть очень симпатичная книжечка небольшая, Маскалёва. Маскалёва, элитивистская теория Пури. Она хороша тем, что аппарат скрупулезно выписывает разнообразные процессы, которые есть, доводит дело до конца. Вот, так что, все это есть. Ну, и на самом деле, конечно, нам придется еще вспоминать то, что было в рамках квантовой механики и аналитической механики. И все эти знания и сведения вполне пригодятся. Чтобы облегчить вам жизнь, я вообще-то сделал такую штуку, как все эти книги записал в электронном виде. Кто у вас, староста? Ага. Тогда я вам передам. Там есть датчик, который, фетч, букс, умный. Ну, по-видимому, можно в следующий раз привезти и распространитесь на них. Там есть все эти книги и еще некоторые другие, которые окажутся полезными. Ну, вот, это то, что касается нашего содержания, объема работ. По этой части есть вопросы? Вообще, хочу сказать, что курс достаточно серьезный. Но не надо думать, что он сверхтрудный. Просто его трудность заключается в необычности. Вот если вы привыкли к тому, что аналитическая механика – это все-таки естественное продолжение того, что было в общей физике. В конце концов, квантовая механика была принципиально новая наука, да? Но вы ее уже одолели. А сейчас мы, по существу, начнем новую науку, с которой вы очень мало сталкивались. Релятивистскую квантовую теорию поля. Здесь есть двойная трудность. С одной стороны, релятивизм, к которому вам волей-неволей необходимо привыкнуть, да? А с другой стороны, теория поля, которая очень сильно отличается от квантовой механики. Хотя все равно основные понятия у вас уже есть. Поэтому способ действия будет такой. По возможности будем начинать со знакомых объектов. Очень детально их разбирать, буквоевски, скрупулезно, чтобы не оставалось никаких неясностей. А потом в переходе к другим, более сложным объектам, там уже можно будет темп ускорить. Но очень важно, чтобы на начальном этапе, если у вас возникают вопросы, вы их сразу разрешали, не откладывая на долги, в долгий ящик. И еще, некоторое время в этом курсе бывали затруднения у граждан с семинарами. И дело доходило до того, что там задания по семинарам сдавались уже где-то там в середине января и так далее. Я вас попрошу не доводить это дело, тоже стараться сдавать все вовремя. Ну хорошо, сегодня у нас будет 4 часа занятия. Само по себе не очень просто. Поэтому тоже постараемся двигаться не очень быстрыми темпами. И наша главная тема сегодня это просто введение и первый раздел квантования электромагнитного поля. В том, что касается введения, то это особый кусок, которым я хочу рассказать такими широкими мазками, что такое частицы, основные их типы, их взаимодействие, и какое отношение к этому делу имеет квантовая теория поля, которой мы в основном будем заниматься. В этом разделе будет очень много вещей, не доказываемых, а декларируемых. Это фактически немножко забегание вперед. Поэтому, если здесь будут вопросы такие принципиальные, лучше их отложить немножко на постпотом. Потом начнется регулярный курс. Итак, в введении будем рассказывать про частицы. Сейчас элементарные частицы, про их взаимодействия. Затем про квартальные электроны, затем про кванки и адроны, и, наконец, про кванковые древесины поля. Вот такие у нас маленькие подразделы. Еще раз повторяю, это будет такой, если угодно, взгляд с высоты птичьего полета. Ну, пару слов о системе единиц. Опять-таки, чтобы не затруднять, естественно, система единиц является реликвидской системой, в которой и А, и С принимаются за основные единицы. К ней надо понемножку привыкать, поэтому мы не будем это делать на первых лекциях. Потом перейдем, когда уже займемся конкретными расчетами. А сейчас мы по-прежнему пользуемся той системой, к которой вы привыкли, гауссовой системой единиц. Ну и сразу же нам придется все равно орудовать с четырехмериям. То есть, радиус вектор у нас будет собрание временных и пространственных координат. Причем, нулевая компонента эксплуатом, это несколько раз ЦТ. Помимо контравариантного, будет еще и полковариантный вектор, который отличается знаком пространственной части. Ну, с этим вы, наверное, уже знакомы достаточно хорошо, да? Ладно. Итак, начнем разговор про частицы. И прежде всего стоит вопрос, а что такое частицы? Как-то так. Раньше элементарной частицей называлось все, что мельче, чем атом. Но с этой точки зрения этих частиц, если посмотреть вот такую таблицу элементарных частиц, то их в несколько раз больше, чем атомов периодической таблицы Менделеева. Кроме того, каждый год открывают пару-другую тройку каких-то, в основном, нестабильных новых частиц. А если же говорить на фундаментальном уровне, на фундаментальной составляющей, то тогда ситуация немножко упрощается. Потому что в этом случае у нас, если мы начнем раздоравливать строение мельтарных частиц, то все сводится к относительно небольшому набору. Но прежде всего это квадратные лектоны. В кладке будем обозначать буквой L, лектоны буквой L. Это собрание частиц обладает, вообще-то говоря, разнообразной массой, но у всех у них спина одна-вторая. Дальше идут калибровочные позоны. К ним относятся хорошо известный вам фотон. Могут менее известные W и Z бозоны, переносчики слабого взаимодействия. И к любому переносчик сильного взаимодействия. У всех у них спин единица. Оставляем пункт, стоит Хиггс. Или бозон Хиггса. Да. У которого спин 0. Все эти частицы у нас сегодня открыты. Некоторый вопрос связан до сих пор с бозоном Хиггса и связан это с тем, что то, что сейчас открыто на ускорителе в большом агромном лагере в Цернии, очень подходит под Хиггс на стандартной модели. Но в этом нужно еще дополнительно убедиться. Теперь, что касается взаимодействия. Если мы начнем с самого хорошего вам известного, ячей школы, электромагнитного взаимодействия, то важно напомнить вообще-то известный вам истинный усилий и радиусе этого взаимодействия. Для всех взаимодействий можно в таком-то грубом приближении написать такую потенциальную энергию. Она выглядит примерно так. Единица на R с какой-то константой, обзовем ее, например, буквой G, и экспонента на R, деленное на R большое, где R большое как раз и здесь радиус взаимодействия называется. Причем мы убедимся, опять же, изучая диаграммы Фейнова, что радиус взаимодействия связан с массой той частицы, с помощью которой это взаимодействие осуществляется. Вот если говорить про электромагнитное взаимодействие, то это взаимодействие заряженных частиц, ну, например, прежде всего электронов с электромагнитным полем. Взаимодействие считается с помощью электромагнитного поля. кванта электромагнитного поля имеет массу равную 0, и поэтому радиус электромагнитного взаимодействия есть в этом смысле бесконечность. То есть чисто кулоновская зависимость где же есть квадрат заряда, да, ну, тогда наверное, можно назвать эту штуку, слушай, квадрат, взаимодействие двух частиц. Да, здесь будет запрос заряд. Так вот, чисто кулоновское взаимодействие в этом смысле обязано строго тому факту, что у Платона нет массы, и это экспериментально хорошо проверенный факт с утверждением о том, что эта масса экспериментально имеет очень низкий предел. О силе взаимодействия можно как раз судить по этой константе. В данном случае эта константа будет Е-квадрат. Но, конечно, чтобы говорить о том большая 0 или маленькая, ее нужно сделать безразмерно. и безразмерная комбинация выглядит вот так вот. Е-квадрат на hc она сейчас левым образом соединяется и вы посмотрите что. Электромагнетизм, который заключен в величине элементарного заряда, квантурно-техранингу это h и литеризм. Все это вызывает буква альфа и с этим вы уже сталкивались. Это постоянная тонкая структура латонных уровнях. Эта дичина примерно равная основе 137-ой, что очень счастливо для всей этой науки. Поскольку эта константа оказалась вломом меньше единицы, можно развить теорию смущения. то есть раскладывать уравнения движения точные в ряд по этой моно-реконстанте и достигать соответствующих удобных простых расчетов. Надо сказать, что электродинамика с этой точки зрения совершенно беспрецедентная наука, потому что есть примеры, где некоторые характеристики электродинамические измерены с точностью до 10-11 расчеты проведены с точностью до 3-й, до 4-й, в некоторых случаях даже до 5-й. Но это в том, что это становится электромагнетизмом. Если говорить дальше о гравитационном гермодействии, то оно осуществляется нормальная теория квантовая теория или гравитационного взаимодействия еще не построено, но все-таки предполагается, что переносчиком гравитационного взаимодействия являются гравитоны, частицы со спином двойка с массой равной нулю. С этой точки зрения радиус гравитационный возраильной бесконечности, а вот сила не может быть простой формулой, как в предыдущем случае, но можно попробовать поговорить о силе гравитационного взаимодействия на простом примере. Посмотрим, скажем, взаимодействия двух атомов водорода на некотором расстоянии друг от друга. Они нейтральны, и потому взаимодействие между ними будет в основном гравитационное. Если мы хотим сравнивать электромагнитное взаимодействие то, может быть, лучше взять тогда не атом, а пару протонов. Да? Ну и в силах гравитационного взаимодействия в отношении к силе электромагнитного взаимодействия дается совершенно хорошо известным вашим формам. Гравитационный это закон всемирного дикатения. g это масса протонов в квадрате, где g это гравитационное постоянное. Электромагнитная сила дается законом Куола, поскольку заряды у них одинаковые, соответствующие величина где квадрат на r. Получаем безразмерную константу, ну и вот эта константа, если подставить все числа, я уж не буду заниматься буквально, но питом будет какой? 10 минус 36 она пожар и что? Да, здесь тоже пожар конечно да но это означает, что во всех процессах связанных с элементарными частицами вообще-то говоря гравитационное взаимовействие не играет никакой роли ну конечно возникает естественный вопрос а вообще где она играет какую-то роль где же электромагнитная настолько больше чем гравитационная да а существование гравитона у нас не противоречит общей теории относительности общая теоретность пока чисто классическая поэтому и ответ заключается в том что почему-то по крайней мере в нашей части вселенной в основном вещество в основном электронейтральное гравитационное только поэтому когда возникает большая масса вещества и оно электронейтральное гравитационная сила полностью электромагнитная сила полностью скомпенсирована а гравитационная начинает проявляться и является определяющим для жизни планет звезд вселенной в целом вот ну и есть еще соответственно сильное и слабое взаимодействие что касается сильного взаимодействия то соответствующий радиус этого взаимодействия есть величина порядка h на массу гиона и эта величина порядка 10-19 сантиметра вот это характерно размер протона размер протона измеряется во всех возможных опытах в том числе в опытах просеянных электронов на протонах вот так что это надежно установленная величина и вот когда мы встречаемся с такими расстояниями то они с точки зрения взаимодействия кварков о которых еще мы будем говорить являются большими расстояниями это расстояние на которых осуществляется как раз сильное взаимодействие ну а соответствующая константа сильного взаимодействия она величина порядка единицы там или порядка 0-1 иногда вот и это грустно потому что как писали в классике заниматься разложением по константе которая может быть даже больше единицы можно только в состоянии глубокого отчаяния это означает что пока мы имеем дело с такими расстояниями у нас фактически нет фундаментальной теории а есть только феноменология но если уходить на расстояние много меньше то там возникает фундаментальная теория висующая как раз сильное взаимодействие о которых мы еще немножко подробнее поговорим да еще конечно есть слабое взаимодействие там характерный радиус определяется величиной соответствующих переносчиков слабого взаимодействия это W или Z бозоны и соответствующее расстояние еще меньше 10 минус 16 сантиметра но сила его значительно вот что касается силы слабого взаимодействия то тут вопрос несколько сложный пока речь идет о относительно больших расстояниях то это слабое взаимодействие отвечает константы которая примерно там на 4 порядка меньше но на больших энергиях когда мы сталкиваемся с малыми расстояниями слабое взаимодействие сравнивается по величине с электромагнитным и именно поэтому удалось эти две налоги объединить единую электрославную теорию ну вот в основном мы рассмотрели то что у нас встречается теперь давайте чуть-чуть еще когда мы сказали что у нас встречается все-таки родовой признак элементарных частиц чем элементарные частицы отличаются от атома вот к этому вы в принципе это все слышали но я всячески хотел бы подчеркнуть вот какое обстоятельство в реакциях с элементарными частицами проявляется их важнейшее свойство возможность рождаться и уничтожаться в квантовой механике это как-то не подчеркивается но когда вы изучаете уровень не шире демьера в уме всегда держится ну например речь идет про волновую функцию электрона имеется там она описывает поток электронов плоская волна там сферическая волна все угодно но всегда речь идет о том что есть закон сохранения потока это значит есть закон сохранения числа электронов и это вещь принципиальная в квантовой механике там есть отдельные частицы и число их сохраняется но ребят когда речь идет о фотоэффекции мы можем раскладывать это как реакцию фотон плюс атом макарона в конце остается протон и вылетает электрон мы почему-то уверены что одна дорога это связанное состояние протона электрона почему можем так говорить ну просто потому что если говорить об энергии покоя протонного электрона это величина порядка 1 гигаэлектронного вольта это порядка 1 гигаэлектронного вольта а энергия связи вот здесь вам хорошо известна 13,6 электронов вольт именно поэтому этот фотон тоже низкая энергия ну например этот фотон видимого света или ультрафиолетового то есть порядка десятка электронов вольт или больше не производит новые частицы он просто расщепляет то что было и это как это вроде бы с одной стороны хорошо известно с другой стороны я хотел подчеркнуть что это принципиальная вещь в обычной грантовой механике сохранение числа частиц отсутствие их уничтожение исключение составляет только потом ну как-то мы уже привыкли что электромагнитное поле может рассматриваться как внешнее воздействие если же говорить про именно данные частицы то вот если мы рассмотрим реакцию идущую по слабому распаду нейтрон как известно существуют стабильные ядра они состоят из протонов нейтрона эти нейтроны внутри ядра совершенно стабильные но если вытащить нейтрон наружу отдельно взятый свободный он распадается распадается достаточно медленно в среднем минут за 15 морг таких в конечном счете получается протон электрон и нейтрино ну если уж совсем строго говорить то получается электронная нейтрино если еще строже то на самом деле не нейтрино а альтинейтрино но это не важно важно другое что мы уверены что это и это скажем частицы протон и электрон не были в составе нейтрона представить себе нейтрон как связанный с состоянием протона электрона не получается просто мы экспериментально оставим примерный размер нейтрона но все так же как размер сильного взаимодействия как размер протона если электрон заключить в эту оболочку то у него будет там гигантская протезит кинетическая энергия ничего подобного не удается тогда непротивотивым образом объяснить так что мы не можем говорить что нейтрон есть связанное состояние этих частиц эти частицы появляются в результате реакции но раз появляются то должна быть какая-то новая наука в которой частицы способны возникать и исчезать вот эта наука это квантовая теория поля в теории поля частицы как раз могут возникать исчезать другой вопрос что там есть свои констрейны свои законы сохранения например все-таки закон сохранения электрического заряда отступления экспериментально по крайней мере не имеет это означает что если у вас в процессе помимо остальных частиц вдруг родится электрон то чтобы закон сохранения заряда выполнялся непременно рядом должен появиться позитрон или еще какая-то другая частица с положительным зарядом так что в этом смысле клантовая теория поля о которой еще пойдет речь действительно принципиально новая новую теперь если говорить немножечко подробнее о акварках и лептонах имеется три набора лептонов это электрон меон и аллептон у всех у них спин одна вторая уже не сказали все они например соответствуют в качестве частиц выбирают отрицательно завяженные частицы да так привычно став партнерами их вступает соответствующая нейтрино нейтрино электронная нейтрино меонная нейтрино соответствующая тауэлектронная просто в основном когда рождаются идут процессы с участием электронов то испускаются нейтрино любящие электроны а вот как он до растрали появлялся леон так ему возникал бы другой социалист нейтрино которая от нейтрино рождающейся вместе с электроном отличается это вообще-то необычное свойство и первым на такую возможность он как-то считал что нейтрино и нейтрино ничем они не помечены обратил внимание Пантекоро и потом это экспериментально было доказано что нейтрино рождающиеся вместе с электроном и с мионом вообще-то разные частицы да и соответственно когда была крылья Таулептон то немедленно выяснилось что есть и соответствующие нейтрино самые тонкие последние опыты говорят что вообще-то эти частицы могут немножечко друг в друга превращаться но это уже так сказать следующие рафинированные уровни включения вот это объединяют в такие поколения первое поколение второе третье да ну они достаточно разные мастер если у электрона нет я покою там всего полмэра там уже у миона она стомая а угол вообще уже измеряется гэлами а может для того чтобы вам легче буду ориентироваться в этом наборе да хорошо это все иметь явно перед глазами я тут приготовил для вас некоторые подсказки вы время от времени будете посматривать это войдет подкорку понимаете она станет привычным а раз станет привычным то возникнет ощущение что это будет понятно то же самое можно сказать и про наши лептоны вот здесь вот есть табличка где они перечислены со своими свойствами таблички там кто-то еще отсутствует ну ладно потом начнем с герой вот поэтому посматривать эти таблички это очень полезно ну аналогично свойством вот этих трех поколений лептонов это это все у нас лептоны у всех у них спина на 1 2 и у всех нейтрино заряд 0 если я здесь зарисовал заряд то здесь 0 а у всех остальных у нас единиц оказалось почему-то что в том что касается кварков есть тоже три поколения кварков если речь идет о кварках из которых тоже спина на 1 2 то есть тоже три поколения кварков кварки апт и кварки даун это первое поколение у кварка апт и кварка даун спина конечно 1 и 2 но они отличаются зарядами если говорить о заряде то у кварка апт он из 2 3 вот элементарного заряда а у д минус 1 3 да точно то же самое и у второго поколения где встречаются странные и очарованные кварки и у третьего поколения где встречается топ и кварк B про которого как-то нет полного согласия потому что с одной стороны естественно если это топ то это bottom но bottom в английском языке имеет еще некий намек на не очень приличные части человеческого тела поэтому ее называют beauty красота с ними у всех у них совместующие заряды вот классификация первого набора значит самых фундаментальных частиц ну и дальше еще нужно сказать такую вещь мы говорили о разнообразных типах взаимодействия так гравитационное мы выключим из рассмотрения поскольку оно не играет никакой роли как эти частицы которые являются фундаментальами участвуют в тех или иных взаимодействиях но в откладке участвуют и в сильном и в электромагнитном и в слабом взаимодействиях что касается электрона неона и там электрона то они участвуют только в электромагнитном и слабом и наконец фиолеттина не имеющая электрического заряда участвуют только в слабом взаимодействии вот вот у нас быстро полный перечень частиц и их взаимодействия очень важным обстоятельствам является следующее что квадхи помимо электрического заряда да у них есть еще очень важное свойство барионный заряд но мы не будем в эту сторону пока уходить обладать еще одним свойством у них есть свойство которое называется цветом чисто условное название если электрон и он метал обладает зарядом но не обладает светом то соответствующей наукой называется квантовая электродинамика а для частиц которые обладают цветом участвуют в сильном взаимодействии соответствующая наука называется цветодинамика, ну или хромодинамика. Это означает, что соответствующее описание кварка должно указываться не просто кварк, а кварк какого цвета. Первого, второго и третьего. Это просто некоторая внутренняя дополнительная степень свободы. Условно их иногда называют, что первый это красный, синий, зеленый. Ну, в общем, есть такая характеристика. Частицы же, которые имеются в распоряжении экспериментатора, всегда частицы бесцветные. Они составляются из цветных частиц. Ну, и я не могу говорить о кланках и адронах, то адроны, сильно взаимодействующие частицы от греческого хадроса, значит, крупные. Лептоны, опять же, от греческого хадроса, мелкие. Но пока в нашем рассвержении был лептон-электрон и адрон-протон, это было совершенно справедливо, да? Один был мелкий, другой крупный, в том смысле, что масса одного была почти в тысячу раз больше, чем массу другого. А потом, когда были открыты Тау, масса которого больше, чем масса протона, да? Тау. Говорить уже как-то не очень стало, но отдельно закрепился. Ну, хорошо. Из кланков составляются мезоны. Бесцветные частицы, в основном составленные из пары, пар-антипар. Да. Но это не значит, что эти частицы не заряженные. Потому что можно взять кварк одного сорока и антикварк другого сорока. Ну, например, если я возьму кварк А и антикварк Дау, то мы получим две третьих и плюс одна треть, да? Потому что антикварк будет заряд в другую. И то, что получится, это будет и плюс-мезло. Да. Барионы. Типичным барион называются протон. Да? Они составлены, как правило, из трех кварков. Ап, ап и даун. Заряд. Две трети, две третьих и минус одна третья. Единица. И, соответственно, нейтрон он наоборот, может быть составлен из, что тут, пару В и один В. Минус одна третья. Минус одна третья. Плюс две третьих. Это большинство барионов составлено как раз из трех кварков. И таблица у вас есть, если вы посмотрите. Вот. Там слева лептоны, а справа избраны барионы. Здесь указаны составы их разнообразных кровоарков. Мастер. Типичное время жизни. И так далее. Но, нужно сказать, что это, так сказать, устоявшаяся карутина, которая вовсе не является списанной последней. Вопросы все по поводу других наборов парков. Вот, вроде говорят про четырех парков. Я про это как раз только и хотел сказать, что это, по крайней мере, то, что надежно установлено для целого ряда хорошо изученных частиц. Но в целом ряде резонансов, в том числе, которые здесь были исследованы в Яфе, да, есть вполне серьезные основания считать, что бизоны бывают из четырех кваркового состояния. То есть QQ, ANTQ, ANTQ. Вот такой набор. Совсем недавно был большой пункт, связанный с тем, что были открыты барионы, состоящие из пяти кварков. Да? QQ, 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 ANTQ. Вот так. Все это вот четырехкварковое состояние для некоторых мезонов считается уже почти доказанным, да? А что касается пентокварков, то до сих пор здесь какие-то противоречивые эксперименты. В ряде экспериментов их отчетливо видят. Некоторые из них, другие наоборот, в одних экспериментах видят, других не видят. Так что ситуация живая, но уже считается, что такие экзотические вещи вполне пропустимы. Теперь, последнее, что я хотел бы сказать, это про то, как вся эта замечательная картина из элементарных частиц и их взаимодействия соотносится с тем, что будет нашим основным предметом. Это сквантовая теория поля. Ну, давайте сейчас сделаем перерыв. Как раз мы чуть-чуть затянули. А вы, пожалуйста, посмотрите возможные проекты и выберите их. Пойдемте дальше. Да, так мы переходим к разделу, связанному с квантовой теорией поля. Это будет наш основной объект изучения. Не элементарные частицы, а именно квантовая теория поля. По той причине, что основная теория, которая описывает взаимодействие элементарных частиц, это и есть квантовая теория поля. В общем, разговор идет таким образом. Можно начать с электромагнитного поля. Мы привыкли его воспринимать классически, как в некоторое заданное в пространстве электрические и магнитные поля, которые непосредственно можно измерять, даже ощущать, когда сунишь руку в розетку. А потом выяснилось, что такое описание, которое идеально происходит с помощью уравнений Максвелла, классических, открытых еще в 19 меке, не является полным. В некоторых случаях электромагнитное поле ведет себя не как волна, распространяющиеся, скажем, обычным образом, а как набор частиц. Частицы эти, вы знаете, названы фотонами. Ну и в частности, вот этот вот эксперимент, который вначале рассматривался просто как ультрафиолетовые лучи падали на цинковую пластинку, и подходящий, расположенный рядом анод, вырывал электроны, и это все регистрировалось. Но объяснение фотоэффекта, естественно, было дано на основе того, что электромагнитная поля есть набор фотонов, и отдельно взятый фотон атомом поглощается, в результате чего электрон вылетает. Это было очень естественно, да, хотя и не сразу. Вы знаете, наверное, что в 1905 году Эйнштейн получил три замечательных работы про фотоэффект, про теорию относительности и про стахастику, да, вот, про бровомысское движение. А эти идеи были очень революционные, только постепенно воспринимались физическим сообществом. Так что, безусловно, главное достижение у этих трех это теория относительности, совершенно новый мир. но Нобелевскую премию он получил за открытие фотоэффекта. То есть идея того, что электромагнитное поле, может быть, кронтованное, представляете, стопорное обоих частиц, такие в обществе проникло достаточно рано, в начале 20-го века. А вот идея о том, что электрон тоже обладает волновыми свойствами, была создана гораздо позже, да, это уже была после гипотезы Деброя, которая потом была воплощена в нечто расчетное, а именно в уравнение Шрёдингера. Но если электрон обладает волновыми свойствами, что было абсолютно надежно установлено экспериментально, то тогда как быть с предыдущей картиной? Фотон есть квант электромагнитного поля. Если электрон обладает волновыми свойствами, то его нужно было рассматривать как квант тоже какого-то поля. Вот оказалось, что самая естественная вещь рассматривать его как квант электронно-позитронного поля. Новаторство здесь заключается в том, что, когда мы говорим про электромагнитное поле и его частицы, фотоны, то они совершенно спокойно могут рождаться и уничтожаться, не затрагивая законы сохранения заряда, потому что они не заряжены. Что касается электронов, ситуация становится сложнее. Если есть соответствующее поле, соответствующее электрону, электрон-квант этого поля, то как в случае с фотонами он должен иметь право рождаться и уничтожаться. Но раз есть закон сохранения заряда, то рождаться и уничтожаться, соблюдая закон сохранения заряда, он может только имея партнера античастицу. Эта античастица является позитром. Но тогда пойдем дальше и скажем, что каждый эквак, каждый электрон, каждый эквак является квантом соответствующего поля. Спинурного. Что-что? Спинурного поля. Естественно, поскольку спина одна вторая. Но точно так же, как фундаментальные частицы переносчиков взаимодействий, тоже являются квантами соответствующих полей, только теперь уже бозонных полей. Вот если мы с этим примиримся, то тогда в природе не останется ничего, кроме полей, квантов которыми являются частицы. А взаимодействие частиц будет выглядеть каким образом? Как взаимодействие одних полей через другие поля. Таким образом природе нет ничего, кроме взаимодействующих полей и их квантов. Вот с этой точки зрения попробуем все эти взаимодействия, о которых мы с вами говорили, описать. Вот на этом этапе, я еще раз повторяю, я буду говорить безинфляционно, безнаказательно, но только для того, что у вас сложилась картина, что стандартная модель, о которой мы ведем речь, все-таки действительно обладает в некотором внутреннем единстве. У нас на сегодня есть картина, которая выглядит очень как-то единообразно для всех, с такими разными характеристиками взаимодействия. Вот давайте попробуем на эту тему поговорить. Но я еще раз говорю, что в этом разделе я ничего не буду доказывать. Буду провозглашать то, что потом мы будем доказывать и изучать. Ну вот, начнем с электромагнитного взаимодействия. Мы с него, как правило, чаще всего ее будем иметь дело. Ну и на встречных пучках с ним тоже чаще имеем дело. Как описывать электромагнитное взаимодействие? Если мы возьмем классическую науку, да, то зарядку... Эта идея идет еще от Фараделя. С другим зарядом она взаимодействует не непосредственно, а каким образом? Вот у заряда образуется поле, да, которое на этот заряд влияет. Так что, если речь идет про некий заряд, то он с этим полем должен взаимодействовать так. Ну вот, заряд в данном месте взаимодействует... Взаимодействие заряда с полем, это произведение величины заряда на соответствующий потенциал. Потенциал вообще есть функция R. Ну, или совсем просто, будем говорить, функция вот этого самого координаты Х, которая даже без Эмбаза будем писать. Да, хорошо. Так, но это вот какой-то точечный заряд. Если есть распределенные заряды, то у нас здесь возникает плотность в некоторой точке Х на потенциал в точке Х. Опять-таки, вещь известная еще, наверное, чуть ли не из детского садика. Как все это трансформируется в нормальную налогу? Нормальная налога, а непременно литийская. И тогда, тогда вы знаете, что есть РО, это нулевая компонента четыре тока. А с другой стороны Х это нулевая компонента четыре векторного потенциала. Так что, литийским обобщением это должно быть что-то такое. Причем, индексы должны быть соответственно контрны по варианте, да? То есть это должно быть РОССРО.Х минус ток на векторный потенциал. А, ФИ. А, ФИ. РО тоже векс. Так, хорошо. Теперь векторный потенциал, с ним все понятно. Ну а как описывать ток? Это должен быть ток заряженных частиц. Если мы вспомним кванатовую механику. Вот для электронов. Ток выберет каким алказом? Заряд. Вместе со знаком. Ну и дальше входит сопряженная вановая функция. Ну дальше на скорость. Скорость это импульс на массу. Так вот, да? Только в квантовой механике эта штука должна быть непременно вещественной. Поэтому придется добавить комплекса сопряженного величина. Оператор импульса тоже хорошо известен. Это если минус ИН на градине. Так вот. Для нас важно то, что здесь появились волновые функции электрона в тохе. Так. А если мы переходим в теорию овощи. Если мы переходим к реактивисту, то реактивисты Электрон будет отписываться уже уравнением дирака. Наверное, что-то вы про него слышали. Или вам в ближайшее время это будет рассказано в курсе квантовой механике. Поэтому, забегая немножко вперед, я скажу, что квантовый этот круг изображается примерно так же. Будет заряд. Будет волновая функция в точке Х сопряженная, но сопряженная особым дираковским образом. Домножается она на волновую функцию несопряженную. Ну а дальше здесь должен стоять 4 вектора. Здесь был 3 вектора импульса. Там стоит 4 вектора. Поэтому мы должны здесь взять 4 вектора. 4 вектора определяется матрицами дирака, про которые вы тоже будете вскоре узнать. Ну вот, так выглядит ток. А значит, электромагнитное взаимодействие, о котором придется речь. Потом определяется следующее речевое. Заряд. Си от х. Галма мюн. Си от х. Заммноженное, как мы помним, на а мюн от х. И все это стартует из того самого раннего утверждения, которое мы с вами. Это заряд на потенциал. Опять-таки забегает далеко вперед. Я хочу сказать, что любят такую конструкцию изображать следующим образом. начальному электрону. Сопоставляют линию, идущую в некоторую точку х. В этой же точке х имеется конечный электрон. И все это взаимодействует с электромагнитным полем. А само взаимодействие определяется двумя вот этими факторами. Величиной, которая задается зарядом. И структурной функцией, которая задается вектором, отпечатающим этой самой матрицы дирака. Как описывается на языке квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие. Что тут на самом деле возникает? Взаимодействие квантов электронно-базитронного поля с квантами фотонного, с квантами электромагнитного поля, фотонами. Из этих блоков дальше можно строить более сложные процессы. Ну, например, взаимодействие электрона с электроном при этом будет описываться каким образом? Электрон взаимодействует с электромагнитным полем. Второй электрон. Возникает рассеяние электрона на электроне, которое я начал изучаться здесь, начиная как раз с ВП1. Где были встречные не электрон-позитронные, а электрон-биктронные пучки. Из этого взаимодействия, описывая вот таким сложным образом, возникает закон Клубона в простейшем виде. Ну, хорошо. Это у нас было электронно-биктронное взаимодействие. Идем к слабому. Типичным примером слабого взаимодействия может быть аналогичным образом описанное взаимодействие электрона с кванта в электронном позитронном поле с квантами переносчиков слабого взаимодействия. Переносчики слабого взаимодействия W и Z-бозоны. Ну, например, если речь идет о взаимодействии с Z-бозоном, то структура этого взаимодействия оказывается очень близка вот к этой. Еще раз повторю, я ничего не доказываю, а стараюсь, чтобы у нас возникло ощущение общности того, что мы будем делать. Вот такая структура, я пытался показать, правдоподобная, правильно, да? А структура слабого взаимодействия выглядит примерно так же. Вот почему объединенная теория электрослабого взаимодействия была создана. Потому что взаимодействие слабое имеет примерно такую структуру, как и взаимодействие электромагнитное. Если мы будем выписывать, то у нас здесь будет по-прежнему электрическое квантованное поле, отвечающее электрону в начале. Квантованное поле, отвечающее электрону в конце и взаимодействие с полем Z-бозона. Оно тоже описывается некоторым четырех вектором. Давайте будем ее назвать просто буквой Z. З. Батон. Подобно тому, как в Батон здесь описывался четыре вектора потенциала. Что самое интересное, почему удалось создателям прославливать взаимодействие, что соответствующие константы взаимодействия здесь тоже есть заряд. Это тоже есть электрический заряд. Да. Но есть свои сложности, потому что этот заряд все-таки приходит с некоторым коэффициентом синусу двойного угла Вайнберга. Величина порядка единицы. Какая структура того, что стоит между этими двумя вначально-меканическими состояниями электрона. Вот. Здесь есть такая же похожая структура. Гамма 0. Гамма 0. Гамма 0. Что соответствует тому, что это будет четыре вектора, который связан с этим четырех вектором. Но оказывается, что в слабом взаимодействии есть еще одна структура, которая определяется произведением двух Гамма 0. Гамма 0. Гамма 0. Вы знаете, что электромагнитные взаимодействия сохраняют четность. Это связано с тем фактом, что вот этот объект есть четырех вектор. Здесь, помимо четырех векторов, есть вот этот объект, который на самом деле является четыре-псевдовектором и не сохраняет четность. Что и было продемонстрировано в опытах по несохранению четности в адомных переходах впервые здесь, в Новосибирске, в опытах Баркова и Золотарева. Между этими двумя структурами есть некоторые коэффициентики, порядка единицы. Вот получается, что структура слабого взаимодействия очень похожа на электромагнитную, только сложнее. Другой переносчик взаимодействия и немножко более сложная сама вершина взаимодействия. Но сила взаимодействия оказывается той же самой, грубо говоря, что и электромагнитизм. Ну и наконец, если мы совсем добежим до следующей нашей науки, сильное взаимодействие, оно осуществляется, как вы помните, между кварками. Давайте на него посмотрим. Кварки это кто такие? Это кванты, кварк, антикваркового поля данного сорта, да? Ага. Ну, рассмотрим процесс, который кварк, так же как электрон, взаимодействует. Переносчиками сильного взаимодействия являются греуманными. Их любят изображать не волнистой линией, а вот такой вот, петлистой линией. Ну и дальше, структура этого взаимодействия на самом деле опять, получается, должна быть похожа, не должна быть, извините, имеет место быть похожей на структуру этого. То есть, имеется волновая функция начального кварка. Давайте я муку-ку напишу здесь, чтобы напоминать, что это поле, отвечающее кварку. Здесь имеется сопряженное, но подделаковский поле конечного кварка. Ну, здесь имеется поле глюона. Ну, давайте я его напишу глупой, но я не знаю, какую глупую. Ну, напишу А с индексом Ж. То есть, это тоже векторное поле, такое, как было у фотона, похоже на то, что было у глюона, вот, извините, у з-бозона, то оно ближе к фотону, потому что глюон тоже считается безмассовым, как и фотон. Так, здесь в сильном взаимодействии четко сохраняется, поэтому вершина будет такая же, как в электродинамике. Будет другой заряд. Вместо буквы Е здесь будет некоторая константа сильная, та самая, которая величина порядка единиц. Что еще очень важно, важно то, что, как мы говорили, у хватков есть дополнительная степень свободы, цвет. Глюон, в свою очередь, должен обеспечивать их связь, поэтому у него тоже есть цветовые индексы. И же пробегающие значения 1, 2, 3. Вот, в принципе, это и есть язык диаграмм Фейна, к которому мы должны потихонечку привыкать. Вся наука, по крайней мере ее структура, изложена. Вопрос, как это возникает, почему, откуда возникают такие коэффициенты, такие зависимости, это и будет предметом нашего дальнейшего изучения. Но, что я хотел сказать, то, что вот здесь нарисовано, это и есть суть стандартной модели. Той модели, которая сейчас описывает громадная совокупность экспериментов. Уже есть эксперименты, которые этой модели противоречат, да, или, по крайней мере, показывают пределы ее применимости. Но громадное число экспериментов этой стандартной модели описывается, причем описывается иногда с беспрецедентной точностью. Так что наше дело начать изучать эту стандартную модель. Конечно, проще всего было бы начать изучение технически, я бы сказал. Проще начать изучение с тех полей, которые мы будем потом клантовать, у которых самая простая структура. Это поля со спином ноль. Они описываются одной единственной функцией. Но если мы начнем с этого, то будет возникать масса вопросов, почему, от чего и так далее. Поэтому давайте мы поступим иначе. Мы возьмем не самое простое поле, но зато самое привычное для вас. Потому что, еще раз повторяю, очень часто понимание означает привыкание. Вот вы привыкнете использовать эти термины, привыкнете их выписывать. Затем возникнет ощущение того, что вы понимаете. А когда вы порешаете ряд задач в этом круге, то возникнет и настоящее понимание. Поэтому я предлагаю начать не с простейшего бозонного поля со спином ноль, а с более сложного поля электромагнитного. Зато в случае электромагнитного поля в чем заключается преимущество? Вы очень многое знаете. И мы можем стартовать от многого того, что вам хорошо известно. Итак, начнем разговор. Это электромагнитное поле. Первое. Вот так. Продолжение следует... Продолжение следует... Электромагнитное поле в некотором ящике без внешних зарядов может тоже быть рассмотрено как набор осцилляторов. Это чисто классическое описание, с которым вы уже частично сталкивались, оно исключительно полезно для следующего шага. Поэтому первый раздел будет электромагнитное поле как набор осцилляторов. Я хочу, чтобы на этот кусочек вы обратили сугубое внимание. Потому что, как говорил Юрий Борисович Рубер, здесь лягушка прыгает в воду. Здесь мы начинаем тот кусочек, который потом будет повторяться на всех остальных этапах. Итак, сложный и хитрый объект, электромагнитное поле в некотором объеме, мы начнем описывать как набор осцилляторов. Ну, естественно, что будет дальше, да? Мы знаем, как квантовать осцилляторы, так что дальше мы будем квантовать электромагнитное поле. Но только теперь это уже будут привычные рельсы, вот что очень важно, да? Рельсы, по которым мы гуляли в квантовой механике. Ну и в конце мы поговорим про рождение и уничтожение квантов в поле. Вот такая программа нашего ближайшего разговора. Итак, начнем с темы электромагнитное поле. Соответствующий раздел проще всего начать с изучения такого же пуска, прям так и названного. А вот в теории поля во втором томе ландо улившится. Еще раз хочу сказать, что прямо сразу мы сталкиваемся с преимуществами разговора, который начинается с электромагнитного поля. Мы знаем, что электромагнитное поле описывается электрически и магнитными напряженностями. Так? Более того, мы знаем уравнение соответствующее, да? Мы знаем, что дивергенция Е равняется 4 перо, но если мы будем рассматривать поле в пустоте, это будет 0. Мы знаем, что поле Гилл в пустоте является ветривым полем, если есть еще зависящее от магнитного поля. То есть ротор электрического поля определяется скоростью изменения магнитного поля. Вот такие же уравнения мы знаем и для магнитного поля. В нем дивергенция В вообще всегда равняется на Луну, в магнитного поля нет источников, а закрученность магнитного поля определяется скоростью изменения электрического поля. Все это хорошо известно. Я еще обращаю внимание, что нежели я буду писать обычные буквы Е, а вот напряженность электрического поля вот такой вот, типа большого Эпсила. Так, хорошо. Это будет полное, хорошее, адекватное описание, но в нем, к сожалению, очень много компонент. Три компонента электрического, три компонента магнитного поля, да. Между прочим, на них положены такие стесняющие условия. Из-за этого можно вместо ЕФП употреблять 4 вектовое потенциалу, который содержит всего 4 компонента. Это очень удобно. Давайте это сделаем. Перейдем от 6 величин к 4. Вы тоже хорошо знаете, что электрическое поле, это градиент скалярного потенциала, минус производное по времени от векторного потенциала. А магнитное поле, есть ротор от векторного потенциала. То есть, векторное произведение градиента на А. Замечательно. Итак, у нас получилось облегчение жизни 4 величины. Мы дальше будем постепенно идти по линии упрощения. Да? Вот. В выборе этих потенциалов у нас есть некоторая свобода. Давайте ею воспользуемся. Например, можно наложить такое очень симпатичное условие, чтобы, его называют условием Норренса, чтобы производное. Вот такая вот. Но по индексу Н происходит суммирование. То есть, четырехмерная дивергенция. Вот у нас была трехмерная дивергенция. Е и В равняется нулю. Чтобы четырехмерная дивергенция векторного потенциала обращалась в нулю. Кроме того, если мы будем рассматривать поле в пустоте, там нет никаких зарядов, там еще дополнительно можно положить эскалярный потенциал равным нулю. Вот это у нас будут некоторые дополнительные условия, которые мы наложим, пользуясь свободой выбора потенциала. Сразу жизнь становится очень облегченной, потому что остается только, какая мораль? Остается только три функции вместо исходных шести. Да еще они стесняны таким условием. Вот отсюда, раз Фи равняется нулю, следует еще одно важное уравнение. Дивергенция А равняется нулю. Может быть, лучше написать это в виде скалерного произведения градиента на А. А что все это означает? Сколько у нас осталось независимых величин? Две. Всего пара. Между прочим, в дальнейшем это будет означать, что у плоских волн, что волны электромагнитные должны быть плоскими, и у них только две компоненты, независимые поперечные к направлению движения. Так, очень здорово. Стартовали из шести. В итоге, конечно, мы получим две независимых компоненты. Очень экономное описание. Так, какому же уравнению удовлетворяют эти самые А? Эти самые А удовлетворяют вот какому уравнению. Ну, например, возьмем вот это вот, четвертое уравнение. Ротор Б. Ротор Б – это векторное произведение градиента на Б. А Б, в свою очередь, есть векторное произведение градиента на А. А дальше мы действуем по формуле для двойного векторного произведения. Помните такую формулу, да? Бас минус цап. В данном случае, в данном случае, бас – это градиент, уможенный на АС. Минус цап. С – это вектор А, а А на Б – это градиент в квадрате. Замечательно. Вы помните это условие? Эта штука вылетает. Все это должно равняться по четвертому уровню для единицы на АС ДНН по ДТ. АЕ. АЕ – вот она такая штука, первая слажаемая, опять же, вылетела. Это будет равняться минус единице на АС ДН в квадрате. Д2А. Вот это ДН в квадрате. И так, что мы получили в итоге? Мы в итоге получили волновое уравнение. Если я вот этот конец принесу налево. И вот этот самый. Это основное уравнение электромагнитных фонутов. Очень хорошо. Ой, мы уже переработали. В этом месте как раз удобно сделать перерыв, чтобы дальше начать с этим основным уравнением разбираться. В котором. Время. 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 Продолжение следует...